20% налички, то есть карты начинают приносить доход по вершинам. И мы видим и рассчитываем для наших банков-партнеров, окупаемость даже самого нашего дорогого решения на 10 тысячах клиентах происходит за 6 месяцев. И дальше идет заработок. Прямой заработок, то, о чем все мечтают, ДБО перестает быть каналом расходов, становится каналом доходов. Потому что стимулирует людей тратить по карте. Плюс, поскольку в нашей сервисе встроен еще механизм доступа клиенту через некие напоминалки, неважно, пользуется он ДБО или не пользуется. Если его карта подключена, мы его сюда достанем. То есть мы вовремя подскажем что-то, и он заинтересуется, вернется в ДБО и увидит отца это. То есть идет виральность, расширяемость именно пользователей ДБО. По просрочке все понятно. Есть напоминалки, есть подсказки, есть тахометры финансового состояния. Он ничего не прозевает. Но кастомизация это уже чисто битвичная тема. То есть банк просит какую-то кастомизацию, мы ее можем легко сделать. В зависимости от требований по дизайну и так далее. Ну и в принципе определенная есть признанность. Да, там второе место взяли, но и первых мест набрали. В прошлом году немерено.